Протягиваем выпуск. Свидровины миллионщицы и тыя, на яких только недавно началась нафта с добыча. Сегодня журналисты региональных и республиканских сродков массовой информации побывали в пресс-туры по самых важных и перспективных локациях, где добывают черное золото. Подороже было присвечено 55-ти годзю нафта с добычей в Беларуси. На родовищах Гомельщины побывала Марина Джалая. Первый пункт тура – Карташовское родовище. Его начали освоивать каля пяти годов тому. С этой частной его территории появилось больше 10 сведровин. Зараз тут бурить куст и аж шеструх. Внутри буровая установка, а она, до речи, может поднять вагу по равнальному с двума сотнями автомобилей, подобная на космичный корабель. Унушально и солидно. Техника белорусско-итальянской вытворчасти может бурить на глубине до пяти тысяч метров. Светлогорское управление буровых работ на сегодняшний день занимается разбуриванием нефтяных месторождений в Республике Беларусь. Это одно из, можно сказать, вообще одно такое предприятие на территории нашей Республики. В составе нашего предприятия имеются 22 буровые установки. Ну, наподобие такой, как вы сейчас видите за моей спиной. Значит, бурим мы в год, 50 скважин сдаем заказчику. Усяго в Беларуси у эксплуатации находятся свыше 60 родовищов, на яких открыты амаль 8 с половой сотням сведровин. Самое буйное – Речицкая. Это наступный припинок у подорожей журналистов. На его территории находится сведровина номер 6 – одна из 15 миллионов шиц. Сведровине 55 годов, але она и зараз даёт нафту. Минавито, дякуючи ей, в 1964 году было аргументовано меркование об наявности в Украине промысловых запасов нафты. В 1965 году Наталья Могилевич была лаборанткой промысловой лаборатории нафтогазыздобывающего управления Речиса Нафта. Когда приехали снимать, это была миллионная тонна нефти, это был, конечно, праздник. Но для нас, какой праздник? Для нас рабочая обстановка. Оно вот видно, что это рабочая обстановка. Мне просто пришли и сказали, Наталья Семёновна, Наталья, 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 никакая не Семёновна. Наталья, необходимо пойти, сейчас принесут колбу с нефтью, надо сняться. Вот я и снялась. А потом, эта фотография, конечно, разлетелась везде, и в новостях, и в газетах, и в журнале нефтяников. Через какое-то время меня узнавали, даже приехавшие с Ивана Франковска студенты на танцах подходят. Я говорю, я вас знаю. Я говорю, откуда вы знаете? А я помню. Фотография два года назад прошла, а он помнит. Сёня Яна не только узгадала свое минулое, але як шмат десятигодию тому показала, як отрымливала узоры нафты для проведения лабораторных доследований. Наталья Семёновна, держите. Спасибо. Ровно 53 года назад я держала такую же колбу. И действительно душа переполняется чувствами, которые хочется выразить от всей всей души. Спасибо всем, кто осуществлял эту добычу. Спасибо вам. Початковые геологичные запасы нафты на Речицком Радовише складают 95 млн тонн. На этом участке пробурили 400 сведровин. Что год тут добывают, например, на 500 тысяч тонн сыровины. На питание представников Масмеды Аптим на кольких годов хопить залежу белорусской нафты прогучал достатково оптимистичный отказ. Мы ведем ежегодно очень активно поиск и разведку нефтяных ресурсов на территории Республики Беларусь. И наша задача ежегодно приорачивать объем извлекаемых запасов на уровне объемов добычи нефти. Мы движемся вперед, мы постоянно в динамике, мы совершенствуемся, мы с уверенностью смотрим в будущее. Поэтому 30 лет – это тот минимум, который я назвал, исходя из сегодняшних реалий. А в перспективе, я думаю, с развитием технологий через 30 лет мы можем прийти еще к новому этапу, который позволит нам продолжить добычу на территории нашей страны. Летость годовый объем отриманной в Беларуси нафты склал 1 млн 670 тысяч тонн. Такого в вынику не было 23 годы. Все летние планы еще больше амбицийные – довести с добычу до 1 млн 690 тысяч тонн. Усягорь, с початку промысловой эксплуатации, компания «Беларусьнафта» здобула в Украине больше 136 млн тонн вуглеводородов. Марина Джалая, Валерия Хапанько, телерадиокомпания «Гомель» Зрячицкого района.